В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Праздник работников атомной промышленности в Центре культуры и досуга в Нев прошел торжественный вечер. Супруги Каренины спектакль по роману Льва Николаевича Толстого на сцене Саровского драматического театра. День спринтера. Пловцы Сарова открыли новый сезон. Далее расскажем обо всем подробно. Атомная отрасль России – это мощный комплекс, в состав которого входят предприятия ядерного топливного цикла, атомного машиностроения, ядерного оружейного комплекса и отраслевые научно-исследовательские институты. Одним из лидеров атомной промышленности по-прежнему остается Российский федеральный ядерный центр. А его сотрудники вносят значительный вклад в развитие обороноспособности страны. В Центре культуры и досуга прошел торжественный вечер, посвященный Дню работника атомной промышленности. За прошедшие десятилетия трудом нескольких поколений ученых, инженеров, высококвалифицированных специалистов в нашей стране была создана мощная производственно-технологическая база, которая сегодня служит надежному обеспечению обороноспособности и энергетической безопасности России. Поэтому в этот вечер много теплых слов и поздравлений в первую очередь звучали в адрес тех, кто стоял у истоков создания ядерного центра. Я бы хотел выразить глубокую благодарность нашим ветеранам за те разработки, за те уникальные комплексы, экспериментальные комплексы, которые созданы у нас в ядерном центре. Сразу после официальной части всех сидящих в зале ждал приятный сюрприз – концерт от московского вокального шоу «Опера Прима». Опера Прима – это коллектив солисток оперных театров из Москвы. Он существует не так давно, но уже покорил сердца тысяч ценителей оперного искусства по всей стране. Участницы подобраны так, что их голоса могут охватить всю существующую музыкальную палитру нот. Карина – это низкий женский голос, редкий, мецо-сопрано. Вика, например, у нас наоборот колоратурная сопрано. То есть это разные арии – Кармен, Царица ночи, это уникальные голоса, лирическая сопрано, лирико-клоратурная, лирическая. И вот мы разделяемся и по репертуару, и по возможностям, и стараемся охватить всю палитру нот, от низких до самых высоких. В репертуаре коллектива – лучшие произведения мировой оперы и опереты, исполняемые на русском, итальянском, немецком и других языках. Концертная программа не оставила равнодушным ни одного зрителя. Опера Прима превратила свое выступление в настоящее вокальное шоу с участием зрителей. Мария Руинч, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Один из жителей нашего города при невыясненных обстоятельствах лишился крупной суммы честно заработанных денег. Получив 100 тысяч рублей за ремонт квартиры, мужчина решил отметить успешное завершение работы в ночном клубе. Утром следующего дня саровчанин проснулся не у себя дома, а в приемном покое КБ-50 без денег и документов. Чем еще запомнилось в прошедшей неделе сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. На этой неделе главной целью злоумышленников стало движимое имущество саровчан. Кто-то просто лишился аккумулятора, а кто-то и целого автомобиля. Так, 1 октября в половину пятого утра в дежурной части зарегистрировали сообщение о том, что возле подъезда одного из домов по улице Силкина горит автомобиль марки БМВ. Заявление поступило от гражданки, проживающей в этом доме, о том, что из-за горящей машины у нее в квартире лопнули стекла. Что стало причиной возгорания, поджог, неисправность или просто несчастный случай, неизвестно. По данному факту в УВД проводится проверка. Как и по делу, касающемуся ремонта другого автомобиля. Саровчанин отдал свою машину в автомастерскую, и теперь сотрудники этого автосервиса могут пойти по статье мошенничества. Гражданинам данным был внесен аванс за выполненные работы в размере 99 тысяч рублей. Машина до сих пор не отремонтирована. По данному факту проводится проверка. Немало происшествий было и на дорогах. Одно из последних ДТП произошло в субботу, в новой части города. Выезжая из двора, водитель автомобиля «Лада» сбил 13-летнего велосипедиста. Велосипедист получил телесное повреждение в виде перелома плеча и был господизирован в травматологическом отделении. Велосипедист изначально с места ДТП уехал, но водитель остался на месте, позвонил в ГАИ, сказал так и так. Я совершил наезд на велосипедиста, который быстро схватил из Успед и с места ДТП сначала убежал, потом сел на Успед и уехал. Всего за прошедшую неделю сотрудники госавтоинспекции зарегистрировали 14 ДТП. Пять из них с пострадавшими. В первом случае водитель не справился с управлением, врезался во впереди стоящую машину, от удара получил ушиб грудной клетки. Еще в двух водители не уступили дорогу, а в последнем сыровчанку ослепил отблез Котлуш и она сбила пешехода. 9 октября в Молодежно-библиотечно-информационном центре по улице Московской пройдет литературный вечер, посвященный творчеству восточного поэта и философа Амара Хаяма. Зрители смогут познакомиться с необычным миром творческой мысли автора и услышать стихотворения, которыми на протяжении нескольких веков восхищаются любители поэзии по всему миру. Начало в 6 часов вечера. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчанам расскажут о перспективах развития ядерной медицины в нашем городе. 30 октября в здании администрации пройдет общественное обсуждение, участникам которого представят материалы обоснования лицензии на эксплуатацию комплекса по извлечению изотопов медицинского назначения. Реактор «Аргус-М», напомним, планирует разместить на одной из промышленных площадок «Арфец» в НИЭХ. С его помощью ученые хотят добывать молибден-99. Этот изотоп используют для ранней диагностики рака, заболеваний сердца и некоторых других недугов. Проект создания в Сарове комплекса по получению молибдена-99 прошел множество экспертиз, в том числе и оценку воздействия на окружающую среду. Нижегородский Роспотребнадзор запустил горячие линии по вопросам профилактики гриппа и простудных заболеваний. Звонки от жителей будут принимать до 15 октября по телефону 8 831 432 29 55. Медики напоминают, что пройти вакцинацию можно уже сейчас. Ранняя осень – это оптимальное время, чтобы, не дожидаясь прихода эпидемии, сделать прививку и защититься в организм от гриппа. Специальное управление Федеральной противопожарной службы и Управление по делам ГОИЧС приглашают с Ровчен на интерактивную выставку спецтехники и оборудования. Экспозиция будет работать во вторник 2 октября с 10 до 12 утра на площади Ленина. Анна Каренина на сцене Саровского драматического театра. Народные артисты Людмила Чурсина и Евгений Князев представили Саровскому зрителю неожиданную трактовку романа Льва Толстого. Это спектакль не для тех зрителей, кто нуждается в ярких спецэффектах, а для тех, кому интересен внутренний мир и отношения супругов. Все заметили, что ты вела и держала себя не совсем так, как можно было ожидать. На сцене два персонажа – он и она. В центре внимания семья Карениных и их взаимоотношения. Людмила Чурсина и Евгений Князев представили на сцене тонкую историю о непростых отношениях супругов Анны и Алексея Александровича. Специфика спектакля не дает полной артистической свободы. В распоряжении актеров лишь голос, мимика и жесты. Но и этого достаточно, чтобы заворожить зал. Это тоже какая-то идет живая очень жизнь и текста, ну, хотелось бы так надеяться, и текста, и отношений, которые развиваются с надеждой, потом вдруг рухаются, потом опять какая-то надежда. Этот спектакль появился более 20 лет назад, и Людмила Чурсина играет в нем с его первой постановки. Сначала ее партнером был Изиль Заблудовский, теперь роль Алексея Каренина играет Евгений Князев. И по мнению Людмилы Чурсина, это два разных Каренина, и они по-разному относятся к главной героине. Естественно, я ее защищала и защищаю. Но те, кто видел, и с Изиль Захаровичем, и с Евгением Владимировичем, говорят, что Евгений Владимирович, в общем-то, выигрывает на фоне Анны в данной ситуации. Партнерство мэтров современного театра приковывает взгляд и слух. Им хватает нескольких секунд, чтобы погрузить зрителей в мир романа Льва Толстого и в жизнь семьи Карениных. Спектакль дает возможность изнутри почувствовать необыкновенный язык классика и иначе взглянуть на семейные отношения известной литературной пары. Инструмент самовыражения и вдохновения. 1 октября по всему миру отмечается Международный день музыки. Это направление искусства, своего рода универсальный язык, с помощью которого исполнитель общается со слушателем. Международный день музыки – это праздник певцов, исполнителей, композиторов и преподавателей, а также всех тех, кто не мыслит в своей жизни без любимых мелодий и музыкальных инструментов. Вся жизнь романа связана с музыкой. В свое время он потянулся за старшим братом и поступил в музыкальную школу. Сначала научился играть на гитаре, затем освоил ударную установку. Но кахун в его жизни появился недавно. Из-за нехватки средств на барабаны пришлось искать достойную замену. Полуакустическая, по сути, ударная установка. Все то же самое абсолютно. Можно поставить еще тарелочку, педальку и все будет на высшем разряде. Очень удобно играть на улице, в любых вообще помещениях. Как оказалось, на сцене он тоже прекрасно себя проявил. Кахун переводится с испанского как «коробка» или «ящик». И выглядит он как предмет мебели или как домик для животных. Но кахун – это ударный музыкальный инструмент. Для полноценного звучания у него внутри натянуты струны и прикреплены бубенчики. Международный день музыки роман считает прекрасным поводом научиться чему-то новому. Изучить опыт старших поколений и сочинить свое, оригинальное, может быть, в чем-то новаторское. И в будущем повести за собой поклонников и фанатов своего творчества. У всех есть что-то интересное. В любой музыке есть абсолютно что послушать. Вообще абсолютно любой. Я не придерживаюсь какого-то одного стиля. Музыкант, мультиинструменталист. Слушаем все, играем все. То есть везде есть что-то интересное, можно почерпнуть это для себя. За год игры на кахоне роман буквально влюбился в этот неказистый музыкальный ящик и считает, что этнические нотки звучания кахона приносят в песенную композицию индивидуальность и оригинальность. В то же время он занимает мало места и по пути на репетиции можно остановиться, сесть и играть любимый джаз, регги, рок, задавая темпы и ритм городской жизни. Педагоги и воспитанники студии «Кадрики» детской школы искусств номер 2 приступили к работе над анимационными фильмами на новом мультипликационном станке. Такое оборудование появилось в нашем городе благодаря победе в региональном конкурсе микроинициатив «Отличное дело-2018». Студия «Кадрики» представила на суд жюри проект «Семейные истории». Каждую субботу семья Ежовых приходит в студию «Кадрики» в полном составе, чтобы нарисовать свой собственный мультфильм. Они придумывают персонажи, декорации и костюмы, которые постепенно становятся частью одной большой анимационной картины. Мы мультфильм снимали про создание герба нашего семейного. Один раз Аня подошла к нам и спрашивает, мама, у нас есть семейный герб? И тут же родилась идея. Герба-то нет, но его же можно создать. И вот тогда мы подумали, подумали. Сначала начинающие мультипликаторы нарисовали ежа, как символ своей фамилии. Потом добавили цветущее дерево, радугу, голуби и солнце, что означает рост и развитие семьи. Эскиз положили на мультипликационный станок и стали воплощать свой фильм в жизнь. Для нас всё новое. Мы ещё никогда не делали мультики, не создавали. Поэтому, конечно, вообще процесс самый интересный очень. Ну, сложности, наверное, скорее технические такие. Очень хочется быстро всё нарисовать, а ведь надо же буквально пару мазков, пару линий и каждый раз снимать это. Мультфильмы в студии Кадрики создают четыре семьи. У каждой есть своя история. Как я провёл лето, как я купался с дельфинами и даже про поход в Кот-кафе. Делать семейные мультфильмы стало возможно благодаря участию в детской школе искусств номер два фестиваля «Отличное дело-2018», который проходил в августе в Нижнем Новгороде. Там студия Кадрики выиграла грант на приобретение мультипликационного станка. Изготовление станка дало нам возможности снимать мультики по-новому немножко. И сам проект, который занял место, называется «Семейная история». После озвучки и монтажа семейный мультфильм отправится в Нижний Новгород. Предварительный показ работ, созданных на новом станке, пройдёт в детской школе искусств номер два уже в конце октября. Воспитанники отделения плавания спортивной школы «Икар» открыли новый сезон. На старт ежегодных соревнований «День спринтера» в бассейне «Дельфин» вышли начинающие и опытные спортсмены. Участники заплыва преодолели 50 метров различными стилями. Победители городских соревнований определялись по сумме очков на всех четырёх дистанциях. Подробности далее. Первые спринтерские соревнования в Сарове прошли в 2011 году, сразу после открытия бассейна «Дельфин». В них участвуют как юные спортсмены, так и более старшее поколение. В этом году турнир принял более 150 человек. Каждому из них предстояло проплыть 50 метров бутерфляем, на спине, брасом и вольным стилем. Особенность этих соревнований в том, что победители соревнований определяются не на отдельных дистанциях, а по сумме очков на четырёх дистанциях. Софья Андреева – одна из самых юных участниц соревнований. Девочка пришла на турнир для того, чтобы побить свой собственный рекорд и положить в копилку наград очередную медаль. Я бы хотела занять либо первые, либо призовые места. Александра Цветкова и дистанция в 50 метров не в новинку. Девушка занимается плаванием около пяти лет и не раз становилась победителем городских и областных турниров по плаванию. Плюс – это, во-первых, красивая фигура, здоровье очень хорошее, физическая подготовка. То есть я ГТО сейчас сдаю, это очень просто из-за того, что я занимаюсь плаванием. Победителям соревнований в каждой высрастной группе вручили денежные сертификаты и грамоты. Впереди спортсменов ждёт очередной чемпионат по плаванию, на который съедутся участники со всей Нижегородской области. И это всё, о чём мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова